Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансферных слухах, связанных с российским футболом. И сосредоточимся на московском ЦСКА, который может подписать Бахтийора Зайнудинова, игрока сборной Казахстана, а также футбольного клуба Ростов. Совсем недавно появилась информация, что футболист уже покинул расположение данской команды и отправляется в Москву, чтобы заключить контракт с армейским клубом. Так скажем, попал он под призыв в футбольную армию. Ну и конечно на фоне всего этого мне захотелось записать видео, где я порассуждаю на тему того, насколько это выгодно самому футболисту, насколько это выгодно Ростову. И главное, сможет ли ЦСКА усилить свой состав за счет этого казахстанского футболиста. Вообще хотелось бы отметить, что год назад или еще дальше этот трансфер скорее всего был бы маловероятен, потому что тогда Зайнудинов считался бы легионером. А все-таки сейчас в условиях нового лимита, когда максимум 8 иностранцев, конечно же команды будут делать ставку на футболистов, скажем так, топового уровня, если речь идет о зарубежных игроках. То есть если приходит иностранец, это должен быть футболист масштаба, условно говоря, Малкома, масштаба того же самого Фукса, который пришел в ЦСКА, или Гайча, то есть игроки с сумасшедшими перспективами, которые придут и станут, условно говоря, суперзвездами по меркам нашего российского футбола. Зайнудинов, при всем уважении к нему, пока что не стал таковым в нашем чемпионате в Ростове. Он был хорошим, таким трудолюбивым универсалом, который может закрыть несколько позиций. И, конечно же, он по-своему хорош, но это не футболист масштаба того же самого Малкома, Фукса и так далее. Но так как сейчас казахстанские игроки больше не считаются легионерами, здесь и сейчас подобные трансферы могут стать нормой, когда футболисты из Казахстана, Армении, Белоруссии и Киргизии, к тому же, напоминаю, все эти страны, теперь могут представлять своих футболистов без статуса легионеров в нашей лиге. Так вот, игроки из этих стран теперь могут спокойно переходить в любую российскую команду и будут считаться наравне с россиянами, скажем так, местными игроками, которые не попадают под лимит. Поэтому сейчас и возможно, что Зайнудинов сможет реально стать игроком ЦСКА и не просто футболистом, там, знаете, какой-то десятой очереди. Нет, он может стать достаточно активной частью ротации состава. И давайте порассуждаем на тему того, зачем ЦСКА был нужен этот футболист, как он усилит армейский клуб и, главное, как будет играть теперь Ростов без данного футболиста. Хочу напомнить вам, что специально для вас был создан телеграм-канал PegasBet, в котором публикуются бесплатные прогнозы на спорт, которые помогут вам заработать. Все открыто и честно, а самое главное по статистике проходимость прогнозов более 90%, что гарантирует вам постоянную прибыль. Так что, не теряя ни минуты, заходите на телеграм-канал по ссылке в описании и начинайте зарабатывать. Ну и давайте начнем с донской команды, с тех, кто потерял Зайнудинова. Если говорить по факту, то Бабтийор имел очень серьезный плюс в виде того, что он универсальный футболист. Он способен действовать в атакующей группе, он способен действовать ближе к середине поля, он способен работать на левом фланге защиты. И, кстати, в последнем, на данный момент матча Ростова, он вышел именно на позиции левого фуллбека, заменив здесь Чернова. И в результате показал себя очень неплохо, отдал, так скажем, предголевую передачу с его прострела. Была, скажем так, поведена вот эта голевая атака, плюс к этому он неплохо закрывал свою позицию в защите. Да, по ходу встречи вместо него вышел Чернов, но, вы сами понимаете, игрок проделал огромный объем работы, поэтому вполне себе справедливо, что он имел право отдохнуть в концовке матча, и поэтому появился здесь Чернов. Обычная ротация состава. Но, так или иначе, Зайнудинов показал умение работать в обороне, показал то, что он способен играть не просто левого латераля в схеме с тремя центральными защитниками, а именно, что левого классического защитника в схеме с четырьмя футболистами обороны. То есть, он лишний раз подчеркнул свою универсальность и то, что он способен на левом фланге закрыть, ну, практически любую позицию. Это, конечно, сейчас очень высоко ценится. И поэтому один из главных плюсов Зайнудинова – это его универсальность. Однако, очень часто бывает, что универсалы, они оказываются заложниками своих умений. То есть, с одной стороны, он может сыграть на любой позиции, и это ценится тренером. С другой стороны, из-за этого он не может стать нигде ведущим футболистом, потому что его постоянно перекидывают с одной позиции на другую. И поэтому он не может быть, скажем так, незаменимым игроком для стартового состава. Потому что он то здесь, то там, и в результате на каждой отдельной взятой позиции ему есть альтернатива. Ну, сами посудите. Зайнудинов может сыграть слева в обороне? Может. И неплохо. Однако, здесь есть Чернов, который способен закрыть эту позицию. Зайнудинов может сыграть слева в атаке? Может. Великолепно. Но здесь же есть Байрамян, который может выйти на эту позицию. Зайнудинов может сыграть в середине поля? Без проблем. Но здесь же есть и Мамаев, который может действовать поближе к атаке, и Норман, и Глебов, и теперь еще и Хошимота. Поэтому получается, что, с одной стороны, универсальность – это плюс. С другой стороны, универсальность – это, знаете, своеобразная проблема для футболиста. Он может быть везде, но при этом он не становится незаменимым. И поэтому команда, в принципе, может с ним расстаться. Вот сейчас не будет Бактийора. И в результате на каждой позиции все равно будут неплохие игроки у танцкой команды, которые могут закрыть эту отдельно взятую позицию. Плюс к этому напомню, что Полос сейчас пришел в команду. Появились новые варианты для фланга атаки. Появляются новые варианты в середине поля. Тот же самый Хошимота. Ростет и прибавляет Глебов. Короче говоря, здесь есть альтернативы. И поэтому Зайнудинов – это, конечно, важный элемент для Ростова. Но это тот игрок, которого можно отдать. И при этом донская команда все равно сохранить свою боеспособность. Что, конечно, важный момент для Карпина, как для наставника – сохранить стройность игровых конструкций. При этом сейчас у Ростова сложная ситуация с контрактом Зайнудинова. Я вот проверил информацию по трансфер-маркту, по популярному сайту. Там написано, что соглашение с Бактериором действует до декабря 2020 года. Все-таки он приходил немножко по другой системе. Он приходил в другие сроки. И в результате контракт заключался не до конца сезона, а до конца календарного года 2020. И в результате остается всего несколько месяцев. И через эти несколько месяцев, несколько недель он может уйти бесплатно. Поэтому здесь перед Ростовом стоит банальная задача. Либо отдаете сейчас хоть за какие-то деньги, либо дальше он уйдет бесплатно. Поэтому, возможно, тончане и согласились на данный переход. Ну и теперь давайте сосредоточимся на ЦСКА. Зачем им этот футболист? Вообще Бенчаренко ценит универсалов. Я думаю, это все заметили, потому что Абликова использовали на левом фланге защиты. Здесь же появлялся Ильзат Ахметов. Также, скажем так, уроженец Средней Азии. И также здесь появлялись другие футболисты. Головин, по-моему, в свое время даже играл в ЦСКА на позиции левого латераля. Но это если совсем углубляться в историю. То и здесь, на самом деле, в ЦСКА и сам Гончаренко, и предыдущие наставники в ситуации или универсалов. И в рамках этой схемы, которая сейчас используется белорусским наставником 3-5-2, мне кажется, универсализм Займудинова раскроется еще сильнее. Ведь позиция левого латераля, который должен в одиночку тянуть всю бровку, вот это как раз то, что нужно этому футболисту. Здесь, с одной стороны, будет хорошая подстраховка в виде трех центральных защитников. Потому что в Ростове в схеме с четырьмя футболистами обороны крайнего футболиста защиты страхуют двое, а здесь сразу тройка. И если в этой тройке не будет властина с его ошибками, то подстраховка будет весьма и весьма надежная. Ну, Бруно Фукс, подписанный из Бразилии, это, наверное, обеспечит. И таким образом, Займудинов может здесь закрывать атакующую позицию при наступлении и при этом откатываться в оборону, когда нужно защищаться. И при этом он может спокойно, с легкой душой идти вперед, зная, что сзади есть ли что подстрахуют. Это, конечно, важнейший нюанс. А если ЦСКА еще и сможет подписать сильного опорника, ну, это будет просто муа, потому что команда таким образом организует очень плотную группу у своей штрафной в лице трех центрбэков, сильного стопера. И таким образом футболисты, в том числе флангов, обороны, латерали, Майо Фернандес и, допустим, Займудинов слева могут еще активнее действовать впереди. Конечно, многие скажут, что есть Марадешвили, прогрессирующий молодой паренек, но он нестабилен, в недавних матчах ЦСКА он допускал ошибки, и поэтому здесь вполне возможно, нужно искать в том числе альтернативы на позиции опорного хавбека. И на мой взгляд, при жестком таком атлетичном стопере края поля, Майо Фернандес, Займудинов и Лещенников слева, они могут стать ключевым фактором для игры ЦСКА. Ведь у армейцев часто бывают проблемы с тем, чтобы вскрыть плотную оборону соперника. И в этих условиях растягивающие фланги активные крайние защитники-латерали Фернандес, Займудинов, допустим, они способны максимально напрячь соперника на бровках, заставить его растягивать оборону, соответственно, расширять, так скажем, зоны между позициями центральных защитников и крайних, открывать какие-то зоны для врываний Влашича, Чалова, других футболистов. И таким образом действия фланговых игроков Фернандеса, Займудинова, условно говоря, могут стать ключом к воротам, скажем так, плотных оборонительных команд. Что для ЦСКА очень важно. Все-таки армейская банда чаще всего действует против команд, играющих от защиты. ЦСКА это гранд, ЦСКА это большая команда. Против них зачастую действуют в автобусной тактике. И поэтому здесь Займудинов, конечно, важен. Тем более, что Щенников в последнее время он неплох. Он неплох, забивает мячи и, в принципе, чувствуется, что по сравнению с первыми сезонами Жора прибавил в плане атаки. Но с его здоровьем вообще никто не знает, что будет на завтрашний день. Мы, конечно, все надеемся, что и Щенников, и Загоев, они будут живы-здоровы. И если они будут в форме, то это, конечно, футболисты стартового состава. Ну, вы сами понимаете. Вы знаете, как часто эти футболисты получают травмы. Поэтому здесь нужны альтернативы и Алану, и Жоре Щенникову. Нужны футболисты, которые могут взять на себя их функционал и эффективно закрывать позиции. Чтобы стройность игры ЦСКА оставалась такой же, как и раньше. Чтобы слева и справа было два полноценных фланга, надежных, атакующих и активных. А вот здесь, как мне кажется, Займудинов может неплохо справиться именно с этим функционалом. Он выносливый, скоростной, работоспособный, умеет действовать в защите. Более того, он умеет защищаться даже на позиции классического левого защитника. Который работает куда глубже, чем левый латераль. В схеме с тремя центральными защитниками. Также у Займудинова неплохой навес, неплохой кросс. В принципе, по предыдущим сезонам у него были и забиты мячи, игревые передачи в Ростове. И хотелось бы отметить, что у него есть и техника, у него есть и кое-какой опыт. В том числе и европубковый даже. В казахстанских клубах он успел поиграть на европейском масштабе. У него есть серьезный талант в плане стандартов. Он может нагружать с угловых и так далее, тому подобное. В общем, игрок вариативный, интересный, способный здесь показать себя. Поэтому, я считаю, ЦСКА сделал достаточно удачный трансфер. Если он, конечно, будет окончательно закрыт. И причем, скорее всего, за небольшие деньги. У футболиста истекает контракт. И здесь Ростов понимает, если не отдадут сейчас, дальше уйдет свободным агентом. Конечно же, у Займудинова есть свои проблемы. В том числе и травмы, увы и ах. В ЦСКА продолжают собирать, ну не скажу хрустальных, но опасных в этом плане футболистов. В прошлом сезоне много матчей Ростова Займудинов пропустил именно из-за повреждений. И хочется верить, что он, в отличие от Загоева, не станет хроническим травматиком. Потому что тогда это, конечно, будет серьезной неприятностью. ЦСКА и так часто страдает из-за отсутствия ведущих исполнителей. Если Займудинов станет еще одной проблемой в плане травм, то это, конечно, неприятная ситуация. Как ни крути. Ну и плюс к этому, скажем так, многие считают, что Займудинов достиг определенного потолка. Я, кстати, с этим не согласен. Но многие считают, что тот футбол, который он продемонстрировал в Ростове, вот это прям его максимум, выше которого он не прыгнет. Но вот здесь я на самом деле не соглашусь. На мой взгляд, Займудинов еще может прибавить. Ему 22 года. Это возраст, в котором еще можно раскрываться и развиваться дальше. К тому же он попадает в команду с более талантливым составом. Будем откровенны. Да, Ростов тоже по-своему хорош, но в ЦСКА подбор исполнителей покруче, как ни крути. Поэтому здесь, на самом деле, будем ждать шагов вперед. У Займудинова я уже сказал, что он вряд ли дорастет до уровня у Сонга и Малкома по масштабу своего таланта, масштабу возможностей. Но стать, знаете, таким казахстанским жирковым, может быть, он способен. И, кстати, некоторые болельщики ЦСКА уже проводят такие параллели. Ну что ж, будет достаточно любопытно. И вообще хотелось бы отметить, что Займудинов в каком-то смысле важный элемент, в том числе и фанатские базы ЦСКА. Развитие ЦСКА как бренда. Просто вспомните, не так давно Астон Урунов, перейдя в московский Спартак, заявил, что теперь за красно-белых болеет весь Узбекистан. Ну что, теперь ждем прибытия казахстанских болельщиков в стан армейского клуба. Я думаю, это важный фактор, потому что все-таки русскоязычная аудитория, это и контракты, и возможность продажи мерчей, и всего остального. То есть здесь, учитывая то, что ЦСКА это клуб Гиннера, который умеет деньги считать и умеет зарабатывать, я думаю, данный фактор тоже нельзя сбрасывать со счетов. В общем, интересная сделка. Посмотрим, как он будет играть в составе ЦСКА. Повторю, если трансфер все-таки состоится. Да, есть уже много подтверждений, что Зайнудинов уже в Москве, но давайте дождемся официального подтверждения. Тогда уже поговорим конкретно по тому, как будет играть ЦСКА с этим футболистом, и сравним, в частности, Зайнудинова с Ченниковым после официального объявления трансфера. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал, и следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.